25 марта в правительстве Тверской области состоялось выездное совещание Комитета Государственной Думы по молодежной политике. Участие в нем приняли губернатор Игорь Руденя, депутаты Госдумы Владимир Васильев и Юлия Саранова, председатель профильного парламентского комитета Артем Метелев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, а также представители регионов. Очень важно, что сегодня в это непростое, а самое главное в ответственное историческое время мы обсуждаем и ставим задачи именно по вопросам молодежной политики. Сейчас реализация молодежной политики имеет ключевое значение для государства, сказал Игорь Руденя, открывая совещание. Как реализуется молодежная политика, можно определить перспективу развития государства. И вот сегодня были сформулированы основные направления молодежной политики, сегодня обсуждались конкретные мероприятия, которые проходят на территории субъектов Российской Федерации. И со своей стороны Тверская область тоже активно принимает участие в этой работе, создается инфраструктура для молодежи. Участники разговора отметили, что сегодня работа с молодежью требует переформатирования. В ходе совещания обсуждались новые подходы и приоритетные задачи в реализации молодежной политики на 2022 год. В частности, профильный комитет Госдумы на сайте россиямолодым.рф запустил сбор инициатив. Каждый молодой человек в соцсетях, в интернете, в различных вузах, колледжах может обсудить и направить нам на сайт свои идеи. Что это может быть, какая поддержка должна быть молодежного спорта, студенческого спорта, туризма, создания каких-то лабораторий, как должны функционировать молодежные центры. В ходе совещания внимание было уделено организации на новом уровне содержательного и интересного досуга для детей и молодежи. Вопросом развития инфраструктуры. Участники разговора отметили опыт Тверской области по созданию регионального молодежного центра на площадке мультимедийного парка «Россия. Моя история». Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева подчеркнула, что Верхневолжье может стать примером для других субъектов страны. Все предложения, озвученные в ходе совещания, найдут отражение в проекте нового федерального закона о молодежной политике. То, что сегодня я внимательно слушал выступления из регионов, выступления руководителей ведомств, это свидетельство того, что тема сегодня получает дальнейшую перспективу развития. Непростая тема, безусловно. Молодежь разная. Но мы сегодня говорили о социально активной, ответственной части молодежи. В Тверской области особый акцент сделан на патриотическом и нравственном воспитании детей и молодежи. В регионе с 2018 года реализуется стратегия духовно-нравственного воспитания детей. Осуществляются разнопланные проекты по развитию патриотизма, пропаганде семейных ценностей, трудовому воспитанию подростков. Все это говорит о том, что у властей Верхневолжья эта тема среди приоритетов. Наш губернатор Игорь Михайлович Руденя активно нас поддерживает. За это мы ему, конечно же, благодарны. И вместе с ним в одной большой команде продолжаем работать над тем, чтобы условия, возможности, точки притяжения для наших молодых людей Тверской области развивались, их становилось больше. Напомню, что сейчас в Верхневолжье действует 220 молодежных объединений патриотической направленности. Подрастающее поколение Тверской области принимает активное участие в акциях, решает общественно значимые задачи. За 2020-2021 годы количество волонтеров увеличилось практически в два раза. Теперь у нас их свыше 18 тысяч.